Короче говоря, волшебная лампа. А перед началом ролика проверь, подписан ли ты на канал. Проверил? Подписался? Поехали. Сегодня был обычный день. Я пил чай и писал новый пост в лучший телеграм-канал в мире. Подпишись. Ничего не предвещало беды, но меня набрал Костя. Сказал, что ему очень нужно одолжить 100 гривен. Ну, впрочем, ничего нового. Я сказал нет и бросил трубку. Через полчаса Костя уже стоял под дверью. Просил одолжить 100 гривен. Обещал к вечеру вернуть. Я спросил, что же это такое случилось, что 100 гривен его так выручат. Он сказал, что это невероятное событие, но не хочет говорить, чтобы не сглазить. Вечером обещал вернуть сотку, да хоть 150. Это, конечно, были не такие большие деньги, но я сказал, что в случае невозврата он будет убирать мою квартиру неделю. Костя согласился. Отлично. Это будет самая дешевая клининговая компания. Я дал ему деньги. Он довольный куда-то убежал. Чем бы Костя не тешился, лишь бы меня не задалбывал. Я продолжил отдыхать. Но через 20 минут в дверях снова стоял довольный Костя. Да что ж с ним такое, мне уже стало интересно. Костя гордо достал какое-то старье и показал мне. Так, а это что такое? Костя сказал, что это волшебная лампа. В ней живёт Джин. О, Господи, Костя, это старая керосиновая лампа, и в ней максимум, кто живёт, так это керосин. Костя сказал, что это реально волшебная лампа, потому что мужик советоврать не будет. Он просто уже использовал все свои три желания и решил продать лампу за небольшие денежки. Всего какая-то тысяча. Я понял, что Костя неизлечимо тупой. Тебя же развели. Костя убеждал, что всё окей. Я сказал, что мог бы уже догадаться, что даже в мультике Джин живёт не в керосинке. Но Костя не слушал, сказал, что сейчас докажет. Его научили правильно тереть лампу. Ну-ну, я стал ждать. Костя начал тереть. Тёр минуту, две, три, ничего не происходило. Костя сказал, что такое бывает. Возможно, на улице было холодно, поэтому она плохо заводится. Костя, это лампа, а не батин-жигуль, чтобы заводиться. Хотя её техническое состояние было очень близко к жигулю. Костя решил, что нужно протереть изнутри. Разобрал лампу, начал ковыряться во внутренностях. Я устал на это смотреть, ушёл в комнату. Минут через десять Костя спросил, слышу ли я странные звуки. Я зашёл на кухню. Забрал у этого дурака лампу, потому что он уже надышался керосина и очень скоро словит знатные глюки. Справил его на балкон продышаться и прийти в себя. Сам прилёг на диван. Через полчаса вспомнил за Костю. Ой, неловко вышло. Выпустил. Холод его отрезвил. Он начал догадываться, что, возможно, Джина не будет. Конечно, не будет. Зато будет неделя уборки в моей квартире. А лампу мы положим в музей тупости имени Кости. Он загрустил. Сказал, что ему ещё 900 гривен отдавать остальным друзьям. Я сказал, нажалось мне тут не давить. Уборка не отменяется. Потом мне пришла идея, как помочь Косте. Я сказал, что единственный способ отбить деньги за лампу, это найти такого же дурачка и перепродать её. Костя обрадовался. Быстро сфоткал лампу и закинул на продажу. Ясное дело, что никому она за такие деньги была нафиг не нужна. Я и не рассчитывал на успех. Просто Косте так будет легче. Но вдруг ему позвонили. Спрашивали за лампу. Сказали, что могут забрать прямо сегодня. Оплата наличкой. Костя радостный и начал собираться. Попросил пойти с ним, чтобы в случае чего подстраховать. Ну ладно. Я тоже стал собираться. Место встречи было назначено в парке. Я встал в метрах 50 и следил за ним со стороны. К Косте подошёл мужик. Здоровый, но вроде не опасный. Они поздоровались. Костя начал показывать лампу. Всё шло нормально, кроме одного. На меня нагадила сорока. Твою мать! И нужно мне было идти в этот парк? Достал салфетки. Начал вытираться. Успокаивал себя, что это к деньгам. Точно, деньги. Вспомнил за Костю. Выглянул из-за дерева. Никого не было. Чёрт! Подбежал на место, где только что стоял Костян. Никого не видно. Офигеть! А что если это мошенники, на которых работает дрессированная сорока? Я в панике придумывал самые идиотские теории. Потом догадался позвонить Косте на телефон. Он не взял трубку. Через пять минут набрал снова. Телефон был выключен. Ну всё. Костю поймали на мошенничестве и возможно уже закапывают. А ведь это я предложил. Ну вот и всё. Костина тупость привела нас на дно. Я стал ждать его на том же месте. Прождал около трёх часов. Никто не приходил. Что делать я не знал. И тут мне пришла смска. Неизвестный номер. Это был Костя. Написал, чтобы я ждал его дома. У него отличные новости. На телефон сказал не звонить. Он не работает. Фух. Ну слава богу. Меня отпустило. Я пошёл домой. Через какое-то время пришёл и Костя. Он был радостный. Я спросил, где его носило. Костя сказал, что это была самая удачная сделка в его жизни. Я так понял, что он всё же отбил свою тысячу. Костя сказал, что даже лучше. Я не понял. Тогда Костя достал пакетик с водой и чем-то внутри. И радостно сообщил, что всего лишь за небольшую доплату в качестве своего телефона он обменял старую лампу на настоящую золотую рыбку, что исполняет желание. И скоро он станет богат. Всё-таки Костя неизлечимо тупой. Ну а я дал Косте швабру и загадал своё первое желание. Убрать квартиру. Короче говоря, волшебная лампа. Всем большое спасибо за просмотр. Не забываем про лайки, про подписку на канал и про мой телеграм-канал тоже. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok